здравствуйте друзья вы на канале веселый инженер меня зовут андрей и в сегодняшнем видео мы рассмотрим вот такой вот небольшой цех и по подобию да вот этого цеха я вам расскажу как устроена любое вертикаль власти в цеху до в механическом цеху который производственный цех руководит где какие распределены роли и как вообще функционирует анны она ячейка производства и так первое что конечно в любом цеху есть руководитель на это начальник цеха красным квадратиком обозначим начальник цеха он имеет полные права до полномочий обязанности он отвечает за все производства в целом да то есть вот у него весь вот этот цех находится у него в почине не все люди подчиняются ему как напрямую так и косвенно но все-таки он является главным руководителем цеха дальше как бывает часто давайте зеленым цветом на цеху есть заместитель начальника цеха по производству то есть само название должности до говорит о том что данный человек отвечает за выпуск продукции он отвечает за то чтобы вовремя была продукция изготовлена до во время была отгружена все процессы которые происходят производстве что касается рабочего персонала расстановка людей на позициях за все это отвечает замначальника цеха по производству конечно напрямую он во многих процессах не участвует но у него есть подчинение мастеровой состав начальники участков или так называемый линейный персонал которые подчиняются ему и коммуницирует уже непосредственно с исполнительными всех процессов которые происходят цеху так синеньким цветом мы обозначим 2 заместителя это классическая будет схема да то есть которая цеха наверно в 90 процентов производства так устроены заместитель начальника цеха по техническому обеспечению до или как раньше их называли а где-то еще до сих пор называют заместитель начальника цеха по подготовке производства данный руководитель у него в подчинении службы ремонтные службы службы энергетика службы механика и том числе и где-то напрямую где-то функционально подчиняется технологическое бюро данный заместитель отвечает за ремонт и всевозможные оборудование за обеспечение рабочих мест инструментом режущим за обеспечение различными смазочными материалами все что нужно по операционной нормы расхода до существуют какие-то материалы за вовремя их поставку за их качество за в общем техническое обеспечение как его должности звучит производства отвечает замначальника цеха по техническому обеспечению производства либо подготовки производства почему подготовки производства раньше занимался потому что чтобы все функционировало в цеху естественно надо подготовить производство надо расставить оборудование до согласно про планировочному решению который мы сейчас видим да его нужно подключить запитать ко всем энергоносителем всевозможным и тогда это производство сможет работать конечно там должна быть вся необходимая технологическая оснастка режущий инструмент и многое многое другое подготовка производства в том числе что когда заходят на в данный цех какие-то новая продукция которая ранее не обрабатывалась то естественно все техническое сопровождение обеспечивает вот этот заместитель начальника цеха подготовки производства также зачастую охрана труда которая безопасность обеспечивает работников в цеху за нее тоже отвечает замначальника цеха по техническому обеспечению ну скажу вам так что номинально отвечает конечно зампотех как его называют но за охрану труда полной мере несет ответственность конечно руководитель подразделения вот таких два основных заместителей есть в цеху следующее кто у нас есть давайте пойдем по линейке заместителя начальника цеха по производству и будем сразу наносить это все на планировку смотрите дальше идут вот мы возьмем такой не зеленый цвет такой вот темно начальник участка его ведение бог могут быть различные участки смотрите вот один участок вот второй участок вот третий участок вот четвертый участок есть смотрите начальники участков у них в подчинении обычно есть старшие мастера у старших мастеров подчинение мастера соответственно по этой рейтинге начальник участка может отдавать команды как напрямую мастеру так и старшему мастеру старший мастер дает команды только мастеровому составу или рабочим начальник участка ему подчиняются все искать ниже стоящие то есть получается так начальник участка если ли память не изменяет да это порядка там когда 8 80 человек да и более на участке находится то назначается начальник участка дальше идут у него два старших мастера и мастер мастеру подчиняются по моему около 30 человек да то есть по стандартному так сказать распределению руководителей вот примеру сварочный пост да вот 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 это такое термо сварочное отделение да здесь им цветом с таким вот бордо есть к примеру два начальника участка так собой так вернее два начальника два старших мастера и у каждого в подчинении носики возьмем есть по мастера здесь я вот на одном участке это указывает то же самое будет и на всех остальных участках то есть вы понимаете что есть заместитель начальника цеха по производству у него есть начальники участков то есть в данной планировке это раз два три четыре участка может быть три вот эти сварочные могут быть одним участком но неважно 4 начальника участка у каждого есть старшая мастера у каждого есть мастера может быть начальник участка иметь допустим сразу под собой мастера или старшего мастера и не имеет мастерового состава все зависит от количества людей и вообще от специфики производства что производится в сколько смен производится то есть понятно что два мастера это допустим если у вас две смены если вас три смена вас как минимум должно быть три мастера потому что в каждой смене должен быть руководитель обязательно еще у замначальника цеха помимо начальников участков него в подчинении находится производственно-диспетчерское бюро эти желтеньким обозначим здесь как раз и склада и производство диспетчерское бюро она в принципе охватывает кроме склада да она охватывает висцер потому что начальник пдб так называемая да есть начальник пдб у него в подчинении в основном это начальники сменному подчиняются до зависимости сколько смены си две смены то два начальника смены у него в подчинении у них грузчики диспетчера в подчинении почему весь цех потому что производство диспетчерское бюро отвечает за перемещение да то есть за перемещение деталей как на участках до так и выход их из цеха так и приход заготовки за все это отвечает начальник пдб то есть он это все контролирует учет деталей то есть их движение вместе конечно с мастеровым составом с начальниками участков и другими линейными водителями вот такой вот охват идет у замначальника цеха по производству а дальше переходим к замначальнику цеха по техническому обеспечению здесь а службы не обозначены ну к примеру вот предположим что у нас здесь есть служба служба механика вот располагается до и к примеру служба энергетика то есть это служба которая механик естественно отвечает за ремонт механической части технологического оборудования энергетик или он же начальник участка отвечает за ремонт электрической энергетической составляющей технологического оборудования они подчиняются замначальнику цеха по техническому обеспечению начало участки по ремонту механического механической части технологического оборудования и энергии чист энергетической части их возглавляют начальники участков они же идут как механика энергетик то есть где-то не называется механик энергетик где-то начальник участка это начальник участка тиры механика и ну и соответственно тиры энергетик и обычно у них подчинение еще есть мастер мастера службы энергетика и соответственно мастер службы механика служба в основном работают в две смены где-то может быть 3 в зависимости как работает цех да сколько сменность какая работа но в принципе вот такая структура то есть начальник участка уже механик или энергетик и мастер вполне достаточно замначально замначальнику цеха по техническому обеспечению также подчиняется техническое бюро да то есть но здесь у нас его на рисунке нету потому что ну теперь у обычно в цеху не находится но находится где-то в административной части да вот мы вот так здесь вот начертим да вот допустим техбюро она тоже будет подчиняться замначальнику по техническому обеспечению производства напрямую обычно техбюро подчиняется техническому отделу или главному технологу зависимости от величины предприятия устройства предприятия может быть как отдел так может быть и управление до главного технолога но функционально техчасть в каждом цеху привязана своя техчасть которая обслуживает только данное подразделение вот так укрупненная в принципе вам показал как устроен любой любой цех технологический цех по производству продукции может производить любую абсолютно продукцию но устройство ну наверно 90 процентов будет совпадать вне зависимости от специфики производимого товара если остались какие то вопросы обязательно пишите в комментариях я на все отвечаю не забывайте подписываться на социальные сети там тоже много интересного всем добра пока пока